Даже те, кто ни разу не был в Москве, знают название по крайней мере одной улицы – Арбаты. Это не просто дворы и здания, которым уже 520 лет. Это часть русской культуры, это места, связанные с именами поэтов, от Пушкина до Куджавы, с театрами и музеями. Напомним, что договор о сотрудничестве с Центральным районом Москвы подписан еще в 1997 году и продолжает действовать. На сей раз в Днях Арбата участвовали трое представителей Далгопылской думы, причем расходы по проживанию, как это принято, взяла на себя приглашающая сторона. По мнению председателя думы, благополучие Далгопылса всегда зависело от того, насколько развиты торгово-экономические связи между Россией и Европой, и необходимо всеми силами эти контакты развивать. Несмотря на постоянную работу, несмотря на то, что есть результаты, там еще очень и очень много чего надо делать. Даже в такой, очевидно, лежащей на поверхности вещи, первое, что пытаемся развивать, когда есть проблема, это, скажем, туризм. Если сегодня очень много туристов из России приезжает в Ригу, привезти их оттуда в Далгопылс, это далеко не всегда получается. И здесь тоже важны контакты, важна работа. Надо давать информацию о том, что есть у нас и какие возможности. Потому что, скажем, крупные туристические компании в России, чтобы повернуть лицом к Латгалии, это нужны просто баснословные деньги. А на уровне отношений с людьми и между, скажем, муниципальными структурами эти вопросы могут решаться, может быть, и быстрее, и эффективнее. Не только руководители города приглашают погостить в Москве. Здесь на конкурсе «Русская песня» побывали школьники, медики изучали опыт ведущих клиник, учителя приезжали за опытом. Напомним, что именно в рамках договора префектура Центрального округа подарила нам памятник, который стал одной из достопримечательностей города. Скульптуру Павла Дубровина, градоначальника, который на собственное средство создал парк и подарил его городу, правительство Москвы заказало Александру Таратынову. И он отлично справился с задачей. О чем же договорились в рамках нынешнего визита? Во время этого визита мы тоже встречались с людьми, которых интересуют уже не только, но, скажем, муниципальные структуры, на которые работают с ними и проявили заинтересованность в проекте нашего аэропорта. Ну, мы там пришлем им документацию, посмотрим, насколько реальны могут быть такие контакты, развиваться. Ведь самое сегодня сложное, значит, зачастую даже не найти инвестора, а найти ту программу, которую ему можно предложить. На протяжении 20 лет приходится слышать от московских деловых людей. Литовцы сидят во всех приемных, проталкивают свои товары на наш рынок, а латвийские предприниматели отстают. Мы думаем, возможно, предложить нашим партнерам обменяться представительствами в Даугопилсе и в Москве. Пускай это будут очень маленькие представительства, но это были бы те точки, где можно получить информацию о том, что происходит здесь в Даугопилсе, о том, какие возможности представляет наш регион, и это можно будет получить в официальной точке в Москве, и, соответственно, в Даугопилсе получить официальную информацию и какие-то услуги касательно Москвы и России. Возможно, к этой программе, если она будет развиваться удачно, подтянем и регион планирования, и будем вести разговоры уже о каких-то контактах на уровне Латгалии. Согласитесь, что иметь Латгальское деловое представительство в районе знаменитого Арбата и Московское представительство у нас – это действительно нужное дело.